Доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ. Здесь у нас весело, интересно, ярко Влад Кутузов, Валерия Майорова. Спасибо большое. И у нас сегодня в гостях долгожданная песня была, называется она «Здравствуй». «Здравствуй, Настасья». «Здравствуй, Настасья». На самом деле, я пока не увидела вот так вот в нашей программе, что песня называется «Здравствуй». Я её всё время называла «Волшебство», потому что она, во-первых, про волшебство, и она такая какая-то волшебная, светлая, и она подходит и к Новому году, и подходит и в весенние праздники всякие разные. Это ключевое слово, поэтому тебе и запомнилось. Так, Настасья, ну давай рассказывай, как у тебя дела? Давненько-то у нас не бывало. Да, не бывало давненько, всё хорошо. У меня готовлюсь к своим концертам в Питере и в Москве. Вот сейчас это вот самое такое важное мое впереди событие. Два. Ну раз уж ты начала про это рассказывать, мне кажется, мы можем возвращаться к этому в течение эфира несколько раз. С удовольствием, да. Давай, давай начнём с концерта в Москве. Где, что представишь, кого ожидаешь там увидеть? Куда приходить, во сколько и так далее. В Момитроль-баре 6 декабря вечером. На следующей неделе будет полностью лайв, живой состав музыкантов. У меня самые лучшие. Всё репетируем, готовим, волнуемся. Будет много новых песен, которые никто не слышал. Ещё будет песни, которые вот только на днях написаны, потому что мы как бы сразу же написаны. Значит, давай петь, чего уж там. Будет то, что, соответственно, было в эфирах или где-то лежало уже, слышали люди. Поэтому будет много хорошей музыки. Всех зову. Ожидаю увидеть там всех своих друзей. Я намекаю на то, что настоящие друзья. Все нямут не прийти. Как штык. Вот. Ну и в Питере, соответственно, будет похожая история. Только без барабанов будет акустический концерт. Другой немножко формат будет. Поэтому можно приехать на оба концерта. Да, они будут разные. Она плакает. Да, да, да. Вот такая история. Слушай, а тебе самой как больше нравится? Вот когда акустический или когда вот прям инструменты, прям вот эта электрогитара, всё круто? Ну, я не очень люблю прям рок-рок такой тяжёлый. Мне хочется, чтобы голос был хорошо слышный мне и всем, кто его слушает. Вот. Поэтому я, конечно, в акустике чувствую себя чуть более комфортно, на самом деле. Но такие вот концерты, где звук прям несётся, это тоже особое впечатление. Это более крупные площадки. Вот. Как правило. Поэтому это я тоже очень люблю. Тут сложно делить. Это как маму и папу, кого больше любишь выбирать. Вот. То есть ты человек как-то больше камерный, да, получается? Ну, изначально душой своей, наверное, да. То есть романсы, там вся вот эта история, которая изначально во мне жила и цвела, наверное, да, более камерный. Но вообще люблю я большие площадки тоже очень сильно. Главное просто, чтобы голос был хорошо слышен. Это всегда моя большая самая задача. Поняли, да. Я, знаешь, ещё что хотел сказать. Так интересно, когда приходишь на живые концерты, иногда бывает ты слушаешь ту же самую песню, она звучит совершенно иначе. Иначе совсем. То есть есть какие-то аранжировки именно с живыми музыкантами, да? Да, конечно, конечно, конечно. Вообще это и, как сказать, это и риск большой, потому что песня действительно меняется очень сильно. Она звучит иначе. Вот. Но с другой стороны, это иногда очень интересно послушать именно такую версию, другую песню. И потом раз так залила ВКонтакте, а там именно эта версия, да, кто-то записал и выложил. Бывает такое, да, да, да. Ну, ничего страшного, песня же всё равно моя, всё равно та. Поэтому какая бы ни была у неё аранжировка, ну и ладно. Всё равно уже узнают. Ну, в любом случае. Куда же Демнадцать? Не узнать, не узнать. Слушай, это то, что касается Москвы, да? Мама, скажешь, говорим, Моми Трольбайб, да. А в Питере? А в Санкт-Петербург. А в Питере? А в Питере число не говорил когда? Да, в Питере 14 декабря в клубе Social Club. Это даже больше не клуб, это такой бар, даже не знаю, что это. Такое вот пространство очень классное. Там очень красиво, на пяти углах, с огромными окнами в пол. Я так хотела, чтобы было атмосферно для такого вечера. Там немного людей вместится, поэтому я говорю об этом сейчас уже. Кто успеет, будет, я думаю, доволен. Но нас будет не очень много. Нас будет человек 150, наверное, в общей сложности. Артистов? Нет. Валерия, прекратите. Я пока ещё расту до 150 артистов на сцене. Думаю, у группы Ленинград там 30 человек на сцене, а тут 150. Нормально, вышли. Ну ничего, и конь. И конь. Конь это самое главное. У нас вчера была группа Доги-доги, у них енота. У тебя конь, фишка такая, понимаешь? Может быть, почему нет? Ну, пока нет. Танцующий конь. Это идея. Идея хорошая, кстати. Можешь прокатиться. Ты что смотришь так на меня? Я просто слушаю, о чём вы разговариваете. Девчонки заболтались. Слушайте, по поводу того, что девчонки заболтались, ты пока обдувай вопросы. Я хотела пригласить в нашу беседу наших зрителей и слушателей, да и друзья. У нас есть, ну, буквально ещё 20 минут на то, чтобы пообщаться хорошенько с Настасьей. Пишите. 8-909-928-189-9. Все свои вопросы Настасье с большим удовольствием ответить. Конечно. Настась, вот о чём я хотела спросить. У нас через какое-то время будет клип песни «Чудо». Да. И якобы мы покопали чуть-чуть, и везде пишут умные люди, что ты сама сделала этот клип полностью от и до практически. Ну, так получилось, да, что нужно было снимать клип на «Чудо». Нормальный, настоящий, большой, как я люблю обычно. Но что-то всё не задалось. Вот бывает такое в жизни, когда ты что-то планируешь, а что-то всё рушится, рушится, рушится. Вот, и я поехала в Питер, и совершенно неожиданным образом сложилось так, что с другом гуляли по Питеру. Я говорю, слушай, ну подсними чуть-чуть. Вот он меня фотографировал, я говорю, подсними, ну пусть будут у меня видеокусочки какие-то, и я, может быть, там, ну куда-нибудь в контакт выложу, ну что-нибудь сделаю. И он начал так просто снимать. Я бесилась, дурачилась, и потом посмотрели то, что получилось. И я думаю, Духа, подожди-ка, я в монтажку всё это закину. Я закинула под музыку, начала складывать. Говорю, так, мы с тобой снимаем клип, потому что это классно. Вот, и в итоге получился клип, мы его, ну, сняли таким образом, и я его с обсанием по пути домой в Москву смонтировала, и, в общем, получилось видео. Мне больше всего поразило, как вот тут девушка сидит нарядная, блондинка красивая. Я, говорит, в монтажную программу, я всегда с собой ношу, на всякий случай. Да, у меня в ноутбуке есть монтажная программа, фотошоп, лоджик для создания музыки, у меня всё есть. Я всё это делаю, да. Слушай, ну, надо же, как здорово, вот я просто совершенно не технарь. Вот мне вот программа, мне нужно, ну, я могу освоить там две, я в саундфор же выучила две или три кнопки, и очень этим горжу. Мы об Анастасии говорим сегодня. Ну ладно, я просто хотела похвастаться больше лучшим. А лоджик у тебя девятый и десятый? Последний. М-м-м, десятый, тёмненький такой. Ну да. Слушайте, а вот я хотела вернуться к Санкт-Петербургу. Там же в Питере есть такая, ну, проблема не проблема, я опять же непрофессионально сталкивалась, там же свет такой, всё время приглушённый. Приходилось как-то тебе на видео в программе что-то выравнивать, чтобы этот свет вытаскивать? Да не, ну мы же днём снимали, но днём нормально, да. То есть бывает там и солнечные дни. Ну что вы так вот к Питеру? Ну, конечно, бывает, редко, но бывает. Слушай, а чё в Питеру? В Москве такая погода, вот после прошлого лета всё. У меня вообще ощущение, что Питер с Москвой поменялся в последнее время по погоде. Потому что мы, когда говорим о погоде, в Питере чаще солнечные дни появляются, чем в Москве. Да, 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 да. В последнее время тоже я замечала это. Слушай, ну получается, к концертам всё готово, или, возможно, какие-то изменения. А будут ли какие-нибудь сюрпризы, да, люди приходят? И с торта выпрыгнешь. Мы приходим на концерт, ожидаем, да, вот всё, мы знаем, что будет. Когда я себя спрашиваю, а будут ли сюрпризы? Ну если будут, так это же сюрпризы, ну что ж я буду тут рассказывать. Да, да, ну, на мелькни. Завираем вопрос назад. Слушай, а так хорошо... А, мне, я просто хотела сказать, что на самом деле я стараюсь на концертах, вот сейчас, когда такой акустический состав, когда нет электронного ничего, когда все живые и настоящие, отдавать большую часть концерта на импровизацию и на такое, на живое взаимодействие с аудиторией. Я очень стараюсь разговаривать всегда. Ты что стараюсь? Я не могу не разговаривать, я как бы должна поговорить. И стихи свои читаю. В общем, это такое больше интерактивное такое действие. Слушай, а вот мы так хорошо ещё говорили по поводу двух столиц, да, то есть ты говоришь Санкт-Петербург, то, Москва, это. Ты живёшь на два города. Где же тебе всё-таки комфортнее, как душа-то, а где живёт? Очень сложно сейчас уже стала выбирать, потому что, опять же, вот как и не я, есть Москва, есть Питер во мне, и я уже к Москве привыкла и полюбила этот город, и энергия этого города мне близка, и мне здесь хорошо. Но периодически мне прям необходимо уехать в Питер, вдохнуть этого воздуха, погулять по Невскому, съездить за город, увидеть своих близких и как бы наполниться. Действительно, Питер меня как батареечка так подзаряжает. Но потом вот со всей этой энергией мне необходимо в Москву что-то делать, потому что в Питере, конечно, всё так плавно, текучо, да, и всё такие неторопливые. И вот это вот ответьте, пожалуйста, да, через неделю ответим. Вот это мое любимое просто. То есть от этого никуда не деться. Но часть меня огромная там, поэтому... А нет у тебя такого, когда ты в Санкт-Петербурге на центральную улицу выходишь, и все идут медленно, а ты думаешь, ну отойдите же вот вправо, дайте я быстро пройду. Нет такого? Ну нет, вроде нет такого, я уж там тоже не бегаю. Это московский седрог. Ну то есть, грубо говоря, Москва — это работа, весь движняк, да, который касается творчества и остального, Ну а Питер — это душа, какой-то расслабок, какой-то релакс, да, что-то такое очень родное. Ой, хорошо. Так вот получается. У нас песня совсем скоро будет. Называется она «Чудо», о котором мы говорили, которое, кстати, вот сделано своими руками практически. В монтажке. Слушай, ну вы говорили, что он своими руками. Ты про саму песню расскажи, как она рождалась, как она пришла в твой репертуар. Ну, песня, на самом деле, уже лет семь, наверное, даже, если не больше. И те, кто меня знает давным-давно, еще по старым проектам, по моим каким-то предыдущим работам, песню знают обычно, потому что я ее пела и на концертах, и где-то она выкладывалась в других видах. Вот. Ее ждали и просили, и наконец-то вот настал ее очеред. Мы ее все-таки аранжировали заново, сделали, и получилось вот это видео. Так что песня как бы давнишняя, проверенная, я ее очень сильно люблю. Она, естественно, про любовь и про чудо. Она с песней уже пошла. Давайте, друзья, смотрите. Слушайте, Анастасия Чудо на стороне FM. Смотрим и слушаем. Друзья, только что на стороне FM. Анастасия с песней Чудо. И Анастасия у нас сегодня в гостях. Настя, привет еще раз. Доброе утро всем. Слушай, привет тебе. Я хотела сказать, что клип, он чем хорош? Как будто вот мы побывали в Питере, причем прожили такой насыщенный, яркий день. И мне кажется, это такой режиссерский триумф, это режиссерский успех, потому что тебе удалось передать все эти эмоции и чувства. Ну, на самом деле, да. Я когда собирала видео, сама я думала, мне хотелось бы, чтобы город был одним из героев его, поэтому ты какие-то детали собирала воедино, как мозаику тоже города, помимо там себя, любименькой, во всех ракурсах. Да, спасибо большое, очень приятно и радостно. Настя, а скажи, если бы вдруг, ну вот гипотетически так получилось, что если бы ты не пела, я понимаю, что это невозможно, но вдруг такой волшебный случай, могла ли бы ты стать профессиональной, я имею в виду, режиссером театральным? У тебя же диплом, недавно защищенный. Я в какой-то момент, когда я училась, собственно, режиссера театрального, мне показалось, что я очень хочу этим заниматься. И как только я начала в это погружаться, начала музыка страдать очень сильно, то есть просто стала упускать. И я поняла, что нужно выбрать. Поэтому я пошла, конечно, по своему любимому, по-моему, музыкальному. Это призвание, это талант. Да, потому что, ну, режиссерская профессия, это действительно, ну, это диагноз на самом деле. То есть это нужно с головой 24 на 7, быть в этом, жить этим, замечать то, что нужно замечать режиссеру, читать то, что нужно читать режиссеру, то есть полностью себя этим наполнять. И это трудно, это большая, очень сложная профессия. Есть люди, у которых голова так работает изначально, есть те, кто на это натренировывается очень сильно. И я вот поняла, что для меня, наверное, это будет, ну, сложнее, чем я бы хотела на данный момент. Слушай, а еще такой момент, да, там же нужно совпасть характером с актрисой в главной роли, да, то есть если вот пробуксовывать... Ну, режиссер выбирает актрису, поэтому там как бы можно и не совпадать, можно выбрать ту, с которой тебе будет легко работать. Это хорошая профессия. Хотя в последнее время я так ощущаю, что вообще, во всяком случае, в театральной середе, когда режиссеры стали намного главнее, об артистах чуть-чуть подзабыли. Я не погружалась так глубоко в тему. Тенденция. Мне очень понравилось, как ты сказал, что когда ты ведешь концерт, это не только поешь, ты общаешься и читаешь стихи. То есть у тебя получается два в одном, и поэтический вечер, и, собственно, непосредственно концерт. Можешь сейчас в нашем эфире прочитать нам какое-нибудь свое хорошее стиховарение? Могу, могу, да. Единственное, что у меня все стихи в основном либо серьезные, либо про любовь, либо грустные. Ничего-ничего, да. То есть это то, что необходимо в пятницу утром. В пятницу утром, да, давайте, хорошо. Ну, сейчас такое философское. Мы так глупо взрослеем к 30, обрастаем проблемами, животами, бреднями, обвиняем весь мир в клевете, любим незаметнее. Мы хотим быть проще и не хотим расти. Мы взрослеем, чтобы риски убрать последние. Мы снимаем вопросы, сбегаем в сон, вмиг становимся осторожней и в чувствах бережнее. Задержав дыхание и часами сверившись, закрываем двери со всех сторон. Ты не слышишь меня, ты не веришь мне. В цирке клоуны, искры в воздухе, в небе мыльными пузырями искренность. Мы взрослеем, придумав, что взрослые. Дети смотрят и видят истины. Вау! Браво, слушай, да. Ну глубина же! Ну глубина же, спасибо. Я говорю, вот это и потрясающе, что с одной стороны у тебя такие легкие песни, вроде как такие девичьи, а с другой стороны у тебя какой-то такой глубокий внутренний мир, вот поэтический, в который можно нырнуть и восхититься абсолютно на 100%. Так получилось, что песни, которые сейчас в эфире, они более легкие. Но у меня есть песни, конечно, и более сложные, и более глубокие, и более такие, которые труднее понимать. И понятно, почему они не идут в эфир, потому что они труднее. Ну в общем, да. И я это слышу на протяжении всего своего творческого пути, то, что там эти песни не формат. Но я выношу их на концерты с большим удовольствием, поэтому те, кто готов, они с удовольствием их там услышат. Вместе со всем, что легкое, понятное, доступное. Ну всегда же есть шанс, да, подтянуть свою аудиторию до своего уровня. А вот вообще твоя аудитория сейчас, это кто? Моя аудитория? Не знаю я. Я с радостью... Ну, подверг, это мы. Ну, мы, само собой. Я с радостью замечаю эту аудиторию каждый раз, когда у меня есть возможность выйти к ней непосредственно уже глаза в глаза. И, как правило, это люди совершенно разных возрастов и разных полов, естественно, и вообще разные-разные люди. И это меня очень сильно радует. И дети, и взрослые, и какие-то... И творческие люди, и нетворческие люди. Ну, всякие разные. Поэтому это приятно, конечно. Не могу определить конкретно, что вот там с 13 до 15 девочки. Да нет, и они тоже, и разные другие. Настя, ну мы тоже что-то услышали стихи в твоем исполнении. Скажи, вот меня интересуют технологии творческого процесса. Вот к тебе пришли в голову строчки. Ты их зафиксировала. И как ты потом определяешь, вот ляжет это на песню или не ляжет? Родится композиция или остается в стихах, в поисках? Ну, как правило, вот у меня, у всех по-разному творческие люди. Кто-то пишет текст, на него потом мелодию пишет. Кто-то начинает с мелодии, кто-то начинает с фразы там и так далее. Я обычно пишу песни, начиная с мелодии или с ритма, например. А стихи, если появляются стихи, то, как правило, они остаются стихами. То есть мне вот труднее текст положить на мелодию. Хотя были случаи, там, вот я писала на чужие стихи мелодию и вот складывалась. А на свои как-то труднее у меня получается. То есть обычно, если я пишу песню, я ее начинаю с какой-то мелодии в голове и потом укладываю туда слова, которые, мне кажется, будут приятно на этой мелодии звучать. То есть это целый там технологический какой-то процесс в моей голове, о котором я, может быть, даже и не понимаю ничего. То есть он как-то сам собой там складывает. Слушайте, я хочу продолжить тему. У меня есть очень оригинальный вопрос. Меня, конечно, за него извините, но очень хочется спросить. Ну, давай, а ну-ка. Где ты черпаешь вдохновение? Я поясню. Это не просто так, на самом деле. Знаешь, есть категория людей, творческих, для которых необходимо, чтобы для того, чтобы что-то родилось, должно случиться что-то, ну, совсем печальное. Ну, выбить из клеи, да. Да-да-да, что вгонит, может быть, какое-то некорошее состояние, в депрессию. И так человек садится и на основе вот этих всех пережитых чувств начинает писать. А есть люди, для которых, наоборот, должна произойти какая-то радость в жизни. И они вот на этом подъеме начинают. У тебя как происходит? Чего больше? Я стараюсь не зависеть от этого, от каких-то своих эмоциональных подъемов и спадов. Я просто по своему складу характеру, я дикий копатель и анализатор. Я все время вот все, что происходит в жизни, я постоянно анализирую. У меня постоянно идет процесс головы. Это значит, что я его как-то разбираю на части, на детали, и у меня какая-то своя библиотека набирается за это время. Поэтому, когда я сажусь писать, я могу, примерно понимая, о чем я хочу рассказать, в ту или иную ячейку своей библиотеки занырнуть, и оттуда забрать какие-то впечатления, которые я уже туда положила предварительно. Вот как-то так это сейчас работает. Но раньше было так, что да, если какая-то трагедия случилась, я там сижу в слезах, собираю этот текст или мелодию. Сейчас я стараюсь от этого не зависеть, потому что... Можно подсесть на это и страдать. Это неправильно. Это как если ты актер и быть в жизни все время там в драме как бы. Но это же не выжить никогда так. Ну и плюс, даже больше скажу, у меня сейчас, если какая-то происходит грусть, печаль, тоска, я в этой грусти, печали, тоске вообще писать не могу. Я наоборот ухожу в себя, у меня все закрывается, и я хожу с этим там какое-то время, переживаю. Опять же, видимо, анализирую, укладываю, чтобы потом воспользоваться. Слушай, мне кажется, это правильно совершенно, потому что, допустим, у тебя нет неразделенной любви в жизни. И что делать? Да, и песни нет. И что искать? И как написать все это? Слушай, обросьте меня, мне песни надо написать. Да-да-да. А вообще, если человек-анализатор, да, он может и на чужих ошибках учиться. Увидела, впечатлилась, на себя как будто бы на время перенесла, написала. Такое бывает тоже, да. Да-да-да, бывает. Вам только что был, друзья, дан мастер-класс, как писать хорошие песни. Да, друзья, еще раз напомним, если у вас есть вопросы к Настасье, пожалуйста, пишите, группа ВКонтакте у нас, и WhatsApp, Viber, плюс 7909-928-1-89-9. Мы сейчас ненадолго прервемся, буквально на 3-4 минуточки, и вновь вернемся, озвучим ваши вопросы и свои тоже. Абсолютно верно. Еще раз напомню, что в гостях у нас Настасья. Доброе утро. Пятничное утро. Утро на телерадиоканале «Затрана Айфм» продолжается. Мы сами постепенно просыпаемся и делаем это в компании обворожителей Настасьи. Доброе утро. Доброе утро еще раз тебе. Слушайте, ну, интересная такая была тема вот сейчас у нас вне эфира про новогодние праздники, и Настасья обронила фразу, что на Новый год на сам. Она не хочет сидеть дома с оливье под елкой, она хочет работать. Ну да, мне кажется, что это символично начать свой год на работе и, в общем, продолжить его там же. Я с удовольствием это делаю, очень люблю свою работу. Слушай, а потом вот эта дурацкая фраза, ну, правда, в этом же есть какая-то доля правды, мне кажется. Как Новый год встретишь, да, такого проведешь. Да что, весь год работать, ребят, ну вы что, а с удовольствием, что ли? Это счастье для любого. А вот и тщательно. Сказал не артист, я. Просто и тщательно. Вот, Настасья, сейчас вот рассудишь. Если счастье для любого артиста, почему Кутузов 31-го не работает, а я работаю? Вот это не часто совершено, я считаю. Слушай, Настя, в плане творчества вот о чем хотела спросить. А много ты слушаешь музыки другой вообще? Стараюсь. И оттуда пытаешься что-то брать? Плюс-минус, не знаю. Мне кажется, оно само как-то. То есть я слушаю обычно, и вот если меня что-то качнуло, я буду это слушаться внимательнее. Но я стараюсь не анализировать. Вообще, работа с творчеством, это работа с бессознательным. Поэтому свое бессознательное и свое подсознание надо подкармливать. Поэтому я считаю, что сидеть и думать о том, как мне песня нравится, а что в ней конкретно мне нравится, это, наверное, не самый правильный ход. Я вот стараюсь просто, если мне что-то зацепило, то вот просто ее в себя как бы впустить, эту песню, и пусть она поживет, а потом что-нибудь да вылезет. И рано или поздно где-нибудь я начну работать над песней и подумаю, так, стоп, а вот была же песня, где было очень классно вот это и вот то. И буду подтягивать. Слушай, у нас есть вопрос от Марина Сергачевой. Она спрашивает, какие мечты детства ты бы сейчас воплотила в жизнь? То есть на что-то тебе не хватило ресурса, а сейчас бы прям ух! Если вдруг они остались невоплощенные до сих пор еще. Почему-то я сейчас именно вспомнила, как мне папа не купил в детстве собачку на пульте управления. Ох, папа! Я ревела, я ревела, как просто белугой, белугой ревела. Мне казалось, что это самое важное, что может быть в моей жизни, это собачка. Но мне сейчас ее не надо, если честно. Слушай, а ты все равно, ты выйди сегодня и купи эту собачку. Вот прям вот... Я почему-то вспомнила об этом. Это которая с проводком вот такая, да? Да, 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 глупость же вообще ужасная. Слушай, мне очень стыдно, конечно, но у меня была такая. У меня не было. Вот где она была, понятно. Чтобы тебе было не обидно, у меня нет. Слушай, а ну зачем тебе покупать? Вот сейчас люди послушают, да, они же придут на твой концерт четвероточек. Не надо, пожалуйста. Приходите с собачкой. Она просто... Настасья просто скромная. Тащите собачку, Настасья будет не рада. Не будет искусственной, может, принести настоящий концерт. Ну да, алабая. Алабая вот такого. Собачки мне не хватает как раз дома, да. А есть питомец или нет? Нет, нет, я... Нет, куда мне питомец? Я не живу нигде. Я мотаюсь как сумасшедшая. У меня вообще даже, ну, себе-то там вместо разгрести спальню, я не потепаюсь, понятно. Не то, что за кем-то ухаживать, я не успеваю сейчас. Хотя очень люблю я ужасный кошатника. Кошатника? Кошек, я обожаю. Я тоже люблю кошек. Но кошки у тебя нет, на самом деле. Нет, была, вот когда в Питере жила, была кошка, а сейчас нет. Можно ходить в кота-кафе и тискать, я вот для себя открыла. Вот я тоже думаю, что надо как-то, я всегда не дойду никак. А там прям вообще, да, раздолье. Ну, там еще, знаешь, там еще надо к характеру кошки, на типы характера, потому что они все тискаться даются. А потом... Какие ужасы вы рассказываете, я об этом даже ничего не знал. Вот и КП, великое вещь. Спасибо вам большое. Я открыл для себя много новостей. Так, у нас остается не так много времени. Да, Настя, еще раз напомним, где концерты. Ну, мы-то знаем где, но ты еще раз для всех напомни, пожалуйста. Концерт в Москве, 6 декабря, Момитрольбар, вечером в 20.00. Вся информация есть на моих соцсетях везде обязательно. Пишите, если что спрашивайте, все ответим. Мы очень контактные ребята. В Санкт-Петербурге 14 декабря в Сошел Клабе акустический концерт, ограниченное количество билетов, поспешите. И еще там потрясающая атмосфера, окна в пол и все такое. Спасибо, да. Я запомнила. Да, еще можно сказать, что в Москве будет такой электрический полноценный концерт. В Питере тоже, конечно же, полноценный, но такой более камерный. С меньшим количеством музыкантов. Так, ну все, огромное тебе спасибо, что ты встала пораньше, пришла, принесла нам позитив и радость. В нашем эфире была Настасья. У меня остался один вопрос, на который не надо отвечать. Почему все так быстро происходит у нас? Где? Где все это? Настя, спасибо большое, приходи. Спасибо вам огромное, обязательно. Хорошего тебе дня. Пока, спасибо.